Дорогие белорусы и все, кто меня слышит! Вот уже восьмой месяц мы все являемся свидетелями и участниками ужасного кровавого театра абсурда, в реальность которого еще год назад не поверил бы ни один разумный человек. Любому, кто хоть немножко способен мыслить, уже абсолютно ясно, что Россия проиграла эту войну. Обладая огромными ресурсами, она способна продлить свою агонию, но тем самым сделать свой конец еще более страшным. Никто и никогда не простит агрессору убитых и покалеченных мирных жителей, детей, женщин и стариков. Не успокоятся воины, пока не отомстят за каждого убитого товарища. Каждый разрушенный дом и объект инфраструктуры придется отстроить. И каждый новый день войны делает последствия все более тяжкими для агрессора. Для многих людей в мире стал совершенно неожиданным феномен сплочения украинской нации и ее готовности к самопожертвованию в неимоверно сложных условиях. Десятки тысяч украинцев бросили все, даже спокойную и сытую жизнь в мирной Европе и поехали воевать. И это было в те дни, когда враг был на окраинах Киева. Сейчас наступил психологический перелом и украинцы почувствовали, что они сильнее и будут гнать и гнать агрессора с своей земли, как азартный охотник гонит раненого зверя. Пытаясь найти спасение, давно потерявшая связь с реальностью, руководство Российской Федерации, как последний шанс, пытается втянуть свою войну Беларусь. Что ждет нас, если им это удастся? В этом вопросе я могу выступать в роли эксперта, так как провел в Украине немало времени с конца февраля и имея обширные контакты. Совершенно точно в течение первых нескольких суток будут уничтожены Мозерский нефтеперерабатывающий завод и большинство других крупных объектов при граничной полосе, а также вся критическая инфраструктура. Нужно понимать, что при этом могут погибнуть и пострадать большое количество людей. Белорусские вооруженные силы потеряют большую часть офицерского состава, как это уже произошло с россиянами, так как средства связи и управление войсками у белорусов еще более отсталые и примитивные, чем у Российской Федерации. Вся система управления будет вскрыта и поражена. Отношение к захватчикам белорусам со стороны украинцев будет еще жестче, чем к россиянам. С россиянами давно все ясно. Белорусов же до недавнего времени считали братским народом и добрым соседом. И подлый удар в спину вызовет страшную реакцию. Украинцы очень хорошо подготовлены к нападению со стороны Республики Беларусь. Несомненно, будут огромные потери. Жители Беларуси готовы принимать сотнями и тысячами своих сыновей в черных полиэтиленовых пакетах. Соучастие в агрессии, несомненно, вызовет активизацию белорусских патриотов, готовых сражаться за честное имя и международную репутацию белорусской нации. Количество наших добровольцев в Украине существенно вырастет. Военнослужащих вооруженных сил Беларуси будут встречать свои же белорусы, только значительно лучше подготовленные, оснащенные и мотивированные. Беларусь, несомненно, станет страной-изгоем в мире. И неизбежно разделить с Российской Федерацией позор поражения и будет долгие десятилетия выплачивать репарации. Вооруженные силы Украины на сегодняшний день, несомненно, являются армией номер один в Европе. При такой поддержке всего цивилизованного мира они точно справятся с защитой Родины от удара с севера. Но теперь уже не будет никаких сдерживающих факторов, мешающих применить всю мощь самых современных поражающих средств по любым объектам, используемым агрессорами на территории Республики Беларусь. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Эта война закончится даже быстрее, чем думают большинство людей. И с окончанием этой войны неизбежно произойдет смена эпох и уклада жизни, к которому мы все привыкли за несколько десятилетий. Ложь пропаганды, манипулирование фактами и подмена понятий перестанут работать. Белое снова станет белым, а добро добром. Задумайтесь об этом недалеком будущем. Кем вы будете в нем? Полноценными уважаемыми членами общества или фигурантами международного трибунала по военным преступлениям? Мы все нужны будущей Беларуси. Не перечеркивайте свое будущее. И самое страшное – исправить что-либо будет уже невозможно. Вы не боитесь, что вас проклянут ваши же дети и внуки, а у очень большого количества беларусов дети просто не родятся. И главный вопрос – зачем все это? Украина никогда не угрожала Беларуси и не угрожает сейчас. Украина проявляет феноменальную выдержку и ни разу не ответила на летящие с территории Беларуси ракеты и беспилотники, хотя давно уже имеет достаточный боевой потенциал для такого ответа. Я оцениваю это как великую мудрость украинского народа, рассчитывающая развитие ситуации на несколько шагов вперед. Ибо первые же убитые и раненые мирные беларусы при таком ответе, а это неизбежно, поссорят наши народы на десятилетия. Вы скажете, что Беларусь попала в слишком большую зависимость от Российской Федерации и не может отказаться от участия в агрессии. Довод абсолютно несостоятелен. Беларусы – феноменально умная, трудолюбивая и предприимчивая нация. Нужно только дать людям свободу проявить свои таланты. Я знаю, о чем говорю. Дорогие сограждане, взываю вас к благоразумию, осознанию ответственности за будущее наших детей.